Привет, друзья! В этом видео я покажу вам очень интересный набор. Это набор 2008 года. Он довольно редкий. И тираж у него всего 5000 штук. Но в первую очередь я хочу сказать благодарность Юрию Владимировичу, нумизмат из города Харькова, который дал мне этот набор на обзор, чтобы я показал его вам. Итак, ну что ж, приступим. Как я сказал, всего 5000 штук тираж данного набора. Мы видим очень качественно сделанный сам по себе набор. Очень аккуратный, красивый. Вот так вот у нас написано 10 лет монетному двора Украины. И давайте открывать, смотреть. Здесь у нас идет визуализация монетно-банкнотного двора. Наверняка многие из вас на нем не были. Ну, лично я тоже еще пока не был. Ну, надеюсь, как-нибудь сниму для вас ролик, когда удастся там побывать. Очень видим красивая запаковка данного набора. Он довольно плотно, кстати, там посажен, не выпадает. То есть довольно так вот плотненько там находится. Очень аккуратно. И мы видим, очень плотненько достается. Вот так вот выглядит первая упаковка. И довольно интересный, красивый, глубокий цвет. Сейчас я немножко поменяю фон, чтобы было легче рассмотреть и монеты, и, собственно, фон данного набора. Качество чеканки у них, видите, отличается от всех тех, которые были в наборах до этого времени. Да, довольно, кстати, бархатно, прикольно сделали фон. И вот у нас есть жетон, посвященный монетному двору. И обиходные монеты. Обиходные монеты у нас 1, 2, 5, 25, 10, 50 копеек, которые, собственно, сейчас и уходят из оборота. Уходят из оборота, но будут оставаться у нас 50 и 10 копеек. Ну, конечно же, 1 гривна. В данном случае, кстати, я вот такой заметил небольшой дефект по 1 гривне. У нас такое довольно часто встречается. Так как монеты обиходные, они чеканятся общим способом. Данные обиходные монеты чекаются обычным способом и падают, собственно, в ящик. Их никто, понятное дело, как монеты качества Proof, не достает в перчатках и не перекладывают в данные наборы. И вот мы, собственно, что мы видим. Мы видим небольшой дефект с годом. Напишите у вас, есть ли такое. Вот видите, немножечко, немножечко меняется. Вот сам год, да, вот немножко, как будто бы поцарапан. Но это не так, потому что это дефект самой чеканки. Конечно, дополнительной стоимости это не добавляет набору. Ну и, в принципе, и не убавляет. Давайте посмотрим обратную сторону данного набора. Довольно красивое прямо переливание и герба, и самих монет. И, ну, просто потрясающе. Я бы сказал, что для меня этот набор, ну, второй по красоте, по значимости. После 1996 года, видео, вот посмотрите, по ссылочке в аннотации, вверху, в правом верхнем углу. Очень мне нравится набор. Конечно, стоимость сейчас у него порядка 4000. И она продолжает расти, потому что, редко, потому что набор пользуется спросом. Уже, может быть, ищет на данный момент гораздо больше. Да, после того, как я снимаю данный видеообзор. Может доходить, думаю, и до 5000, потому что, действительно, очень уникальный он сам по себе. Кстати, Юрий Владимирович, он, когда давал мне данный набор, сказал, что у него есть и другие наборы. Если кому-то необходимо, я могу контакт вам передать. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Вот, я с радостью поделюсь контактом, потому что, действительно, надежный человек проверенный. Вот, касательно данного набора, очень красивый. И я себе, пожалуй, хочу такой в коллекцию оставить. Каждый нумизмат, особенно, который собирает обиходные монеты Украины, захочет такой набор к себе в коллекцию. И, в принципе, оно, понятное дело, почему. Потому что набор, действительно, безумно красивый. И вы просто можете разглядывать эти монеты сами по себе и получать огромное удовольствие от того, насколько это потрясающий набор и как он круто будет смотреться у вас. Либо в данном состоянии, да, не доставаясь из упаковки. Даже если вы собираете в отдельные какие-то альбомы под обиходку, я думаю, каждая монета будет смотреться просто шикарно. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»